Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада видеть тех, кто пришел вживую. Не поддался соблазнам хорошей погоды. И очень рада, что по ту сторону экрана у нас тоже сегодня собралась аудитория. Итак, мы начинаем на нашей нынешней встрече разговор о довольно обширном материале, о овированиях, которые были распространены в Римской империи. Посмотрим на те памятения материальной культуры, изобразительного искусства, которые нам помогают ближе познакомиться с этим явлением. И начинаем мы сегодня непосредственно с разговора об коренных, и не только коренных, итальянских племенах, в общем, о религиях италиков и о том, что происходило в сфере сакрального на территории Апеннинского полуострова. Начнем мы несколько издалека, задолго до Рима, появления римлян и римского государства. Посмотрим на те культуры, которые существовали на территории Апеннинского полуострова, а точнее на одну, на культуру Вилланова, которая сосредоточилась сначала на севере региона, а потом ее очаги отдельно распространились по всей территории Апеннин. И Виллановская культура нам очень интересна с той точки зрения, что часть культов, которые мы можем проследить благодаря археологическим находкам, она начала формироваться еще в незапамятной древности. Например, так можно говорить о почитании усопших и о культе мертвых. Нам великолепно демонстрируют эти знания погребения, которые открывали археологи. Они их анализировали и смотрели за тем, что называется погребальный контекст. То есть за теми предметами, которые представители Виллановской культуры клали в могилы, прощаясь со своими усопшими. На этом слайде вы видите два типа погребения Виллановской культуры. И вот уже сейчас мы можем сказать, что согласно религиозной традиции, потому что, вероятно, двигала Виллановцами именно она, погребения маркировались по признаку пола. Слева находится мужское погребение, справа женское. Как это определили? Посмотрите на сосуды, венчающие урну с прахом. Один из них имеет коническую ножку и чем-то похож на шлем. Вот так хоронили традиционно мужчин. Ну и, соответственно, когда рассматривали те сопутствующие вещи, которые были положены в могилу, то были открыты предметы, именно что принадлежащее, скажем так, настоящему воину, охотнику, в общем, представителю сильного пола. В правой части слайда такой же керамический сосуд, но перекрыт он уже крышкой с ручечкой и совсем другой погребальный контекст. В женских могилах часто находили украшения, браслеты, серьги, подвесы, веретёна, такие большие фляги, например. И вот этот археологический материал, он нам показывает уже особенности существующего культа. Письменности, к сожалению, нет. Письменная традиция не может пролить, просто за собственным неимением свет, на то, какие конкретно обряды, ритуалы сопровождались. Но археологические находки способны всё-таки, по крайней мере, породить гипотезы, подкрепляющиеся материалами. И часть этих гипотез на основе анализа материала мы можем, как правило, подтвердить. Вот ещё несколько примеров вилановских урн. И очень интересно, здесь как раз венчающие сам сосуд с прахом, крышки, принадлежавшие мужским захоронениям. Смотрите на их форму, они начинают превращаться в нечто близкое к шлему. Он, по сути, тот, что слева, сосуд и его крышка, они нам воспроизводят шлем, очень характерный для погребения культуры виланова. А справа, скорее, вот здесь вот такой... Указки нету. А, вот, соответственно, справа у нас такой... Точнее, да, справа у нас промежуточный вариант. Мы вот видим, как вот эта коническая ножка, этот сосуд воронкообразный, он постепенно начинает в верхней своей части меняться. Вот это изображение гребня. Рядом ещё один пример. Это урны для праха, и она похожа на те самые хижины, в которых жители, представители культуры виланова жили и проводили свои дни. Вообще, это очень характерно для многих погребальных культов, уже вот таких чётко оформившихся, как, например, в Древнем Египте, где мы видим, что погребение часто воспроизводит форму жилища либо погребальный инвентарь, именно то, куда будет положено либо прах усопшего, как в урну, либо ассуарий, ящичек для костей, либо саркофаг. Всё это обязательно воспроизведёт нам форму жилища в определённый момент. И, кстати, в дальнейшем мы с вами встретим из самых разных материалов, например, из бронзы, вот такое замечательное изображение дома. И тут хорошо видно на примере верхней части изображение стилизованных жердей, которые имели место в реальности, этого требовала конструкция сооружения, и фигурки птичек. Затем мы встретим с вами эти же изображения на крышках этрусских урн и некоторых саркофагов. Вот здесь, посмотрите, крышка урн воспроизводит нам уже не круглый в плане дом, а дом с двускатной крышей. И на концах вот такие вот стилизованные элементы, напоминающие то ли рожки, то ли птичек. И на некоторых этрусских храмах потом появится керамический декор. Как вот на этой реконструкции из экспозиции этрусского музея Вилла Джулия время, мы тоже видим такие большие-большие завитки, в которых можно прочесть и отсылку к растительному мотиву, и к изображению рогов. И, кстати, уместно будет провести аналогию с вот этой самой бронзовой урной. Вообще, очень часто какой-то стилизованный элемент, встречающийся в орнаменте, в древнем Средиземноморье, на древнем Ближнем Востоке, он может быть трактован с нескольких точек зрения. Тут не будет одной однозначной привязки. То есть в нем видится современником, создателем этого произведения. И то, и это, и все вместе сразу. Поэтому справедливо будет тут видеть и птичек, и рога, и завитки. И вот отсылку к вот этим самым элементам конструкции, которые затем получают и декоративное звучание. Известное правило, оно есть и сегодня в архитектуре, и в дизайне. Если что-то нельзя спрятать, подчеркните это. А как еще можно подчеркнуть, если не украсить? Поэтому конструктивное у нас оказывается декоративным. Еще к вопросу о птичках, которые присутствуют как некий сакральный символ в вилановской культуре. Вот, пожалуйста, перед вами роспись в довольно ранних этрусских гробницах. Это гробница рыкающих львов и гробница уток. Здесь появляются сакральные птицы. Это, кстати, да, это рычащие львы. В общем, если вам станет когда-нибудь грустно, посмотрите на этрусскую гробницу рыкающих львов. А выше над ними изображены птицы, имеющие сакральное значение. В дальнейшем мы, если вспомним особенности уже римского времени, римской культурной традиции, то время были распространены гадания по полету птиц. И римские авторы все честно признаются, рассказывают своим читателям, что гадание по полету птиц, гадание вообще связанное с птицами, оно римлянам досталось непосредственно от этрусков, где было прям очень-очень распространено. Этрусские гадания вообще сыграли в римском мире, в римской религии довольно значимую роль. И вот здесь мы видим на правой иллюстрации изображение их стилизованных водоплавающих птиц. По ним и дано было название этой гробницы, гробницы уток. И они тоже очень похожи на то, что мы с вами видим здесь в декоре этой Вилановской урны. Кстати, утка тоже, да и вообще водоплавающие птицы, лебеди, гуси, они частенько фигурируют и в мифах, и в сказаниях, имеют священный статус. Это неудивительно, ведь утка, она существует почти как Красная Армия на земле, в небесах и на море. То есть может жить, может перемещаться, находиться сразу в нескольких стихиях, чем не чудесное, не сакральное существо. Еще в Вилановских некрополях были сделаны очень интересные находки в одном из погребений, который имеет длинный номер, там оно тысяча, в общем, какое-то. В этом погребении, которое сейчас экспонируется тоже на Виле Джулия в Риме, там были представлены вот такие сдвоенные щиты. С такими щитами в бой ходить невозможно. И если у них нет никакого иного функционала, можно предположить, что это сакральный предмет. Это вообще очень часто в археологии, в этнографии, в истории искусства великий соблазн, когда у вас есть что-то непонятное, взять и сказать, что это культовый предмет. Но дальше следующий соблазн это начать придумывать культ, в котором этот предмет участвовал, описывать ритуалы, делать гипотезы. Но по аналогии, известной нам из более поздних времен, можно сказать, что существовали специальные щиты для сакральных церемоний у этрусков, и затем они встречаются уже в римской практике, в эти щиты ударяли. То есть они играли роль ударного инструмента во время священно-действа. То есть вот этот обрядовый предмет сохранился благодаря тому, что он попал в погребение и пролежал там довольно долгое время. Из этого же комплекса археологических находок происходит вот такой котел. Он, к сожалению, сплющен, он пострадал котлу, как видите, немало лет, это 8 век до новой эры. Считается, что котел, положенный в могилу, был не просто атрибутом и собственностью погребенного там человека, он демонстрировал его высокий статус. По всей видимости, какого-то лидера местного населения, который располагал вот таким вот большим сосудом, из которого можно было накормить всех своих подданных, всех вверенных его заботам людей. Вот как выглядит это погребение в экспозиции Вилла Джулия в Риме. Тут мы с вами можем увидеть и характерный шлем. Шлем встречается в многих погребениях виллановской культуры, богатых захоронениях, где представлены и бронзовые щиты, и еще множество других предметов, выполненных из металла, что мог себе позволить только человек с довольно значимым статусом. Вот если мы вернемся чуть-чуть назад и вспомним вот этот керамический шлем, то тождество здесь, несомненно, и очевидно. Керамические изделия, которые попадаются археологам, они очень часто, причем во многих культурах, не только это типично для Пенинского полуострова, во многих культурах, они как бы воспроизводят изделия из керамики, из обожженной глины, предметы, созданные в других, более дорогих материалах. У тех же этрусков потом появится керамика Буккиро, которая своей вот такой черной, лощеной, блестящей поверхностью имитирует более дорогие сосуды из металла, например, из червленого серебра. И что на территории Средиземноморья, что на Ближнем и Среднем Востоке в древности, таких примеров мы найдем немало. На керамическое изделие как бы прикидывается более дорогой статусной вещи. Как говорится, все как у больших, все как будто по-настоящему. Ну, здесь шлем самый, что у меня на есть, настоящий. А вот на следующем слайде обратите внимание, шлем бронзовый, дорогой, статусный, но в бой с таким шлемом ходить уже, наверное, затруднительно. Поэтому можно говорить о том, что данный шлем превращается в знак, в символ, он становится вативным, посвятительным предметом, и именно поэтому он оказывается в опогребении, демонстрировать статус усопшего. Очень важно, значит, этот статус зачем-то сохранить, чтобы он и в посмертии мог по всей вероятности быть считанным. Ведь кроме щита, и кроме большой нагрудной пластины, кроме вот этого высокого шлема с обильным гребнем, здесь представлены еще и, посмотрите, треножники, золотые предметы, среди которых скипетр, тут не остается сомнений, что это знак власти, и очень-очень необычная тележечка. По всей видимости, это священная жаровня. Мы хорошо видим, что со всех сторон ее окружают птички. Жаровня повреждена, у нее не хватает центрального элемента, но мы можем его реконструировать по более поздним аналогиям, которые тоже встречаются в этрусской культуре. Вот, пожалуйста, из Национального археологического музея во Флоренции, уже датированный этруским временем, VII век, находка из витологии. Вне всяких сомнений, тоже подобный предмет использовался в ритуалах, но, к сожалению, сведений об этом ритуале у нас нет, или можно сказать, что недостаточны, можем попытаться сделать реконструкцию, но, скорее, в ней будет преобладать фантазия, а не доля научных достоверных сведений. Ну и вообще, сейчас мы с вами перейдем к этрускам, бытует гипотеза о том, что этруски у нас связаны со славянами, с нашими соотечественниками из далекого прошлого, а пока готовила лекцию, мне попадались материалы, например, немецкое неоязыческое сообщество хочет истово верить, что этруски это древние ариицы, они их к себе тянут, в общем, этрусских любителей по всему миру много, кто пытается вывести их историю из седой древности, связать с собой, с космическими пришельцами, вторжениями, давайте мы с вами будем разбираться с теми фактами, которые нам сегодня известны. Кстати, у древних тоже к этрускам было очень много вопросов, например, Геродот говорил, что по всей видимости этруски выходцы из Малой Азии, они когда-то давно покинули лидийские пределы, возможно, вышли с территории Линдии, и затем осели на территории Италии, там, где нынешняя Тоскан, древняя этрускана, земля тусков, как этрусков называли римляне. Существует действительно в научном мире немало приверженцев гипотезы о малазийском происхождении, часть специалистов, ставя акцент на сходстве этрусских каких-то предметов с памятниками вилановской культуры, мы с вами это могли проследить, например, по жаровне вот этой ритуальной, в общем, часть исследователей говорит, что все-таки нет, этрусские могли развиться из какого-то итальянского населения, бытуют гипотезы, которые говорят, что этрусские приходят из Малой Азии, оседают на Апеннинском полуострове, впитывают местную культуру и делятся какими-то своими культурными особенностями и традициями. Давайте посмотрим, что у нас известно про этрусков, про этих учителей, римлян, соседей, греков и торговцев, активно участвовавших в общении благодаря своим торговым делам и с итальянскими народами, как показывают находки из этрусских гробниц, с Египтом, с Финикийским миром, тоже у этрусков были контакты. Если мы с вами обратимся к гипотезе о малазийском происхождении, то при желании найдем много ее подтверждений, с другой стороны можем найти и опровержения. Часть специалистов по этрускому искусству говорит о том, что у этрусков очень часто встречаются львы, леопарды, это сакральные священные животные и в Малой Азии известно множество древних культов, начиная с эпохи Неолита, памятник из Читал Гуюка, панно с леопардами, выполненными в рельефе. Вот почитаемые леопарды, они самостоятельно представлены в гераллической композиции, или леопарды сидят возле трона, Читал Гуюк с этой пушнотелой богиней-матери, почитавшейся местными земледельцами. У этрусков действительно есть и львы, и львицы, и леопарды в росписях, в рельефах, вот, например, как на этой стелле из Болотского археологического музея в гробнице Кампана мы с вами видим множество леопардов, тут даже вон лошади будут пятнистые, как леопарды, и присутствуют также грифоны, антропоморфные существа, с крыльями людей, с телами кошачьих, хищных, вот все эти персонажи, они есть и действительно в ближневосточном искусстве, являются частью ближневосточных культов и местных верований, и попадают к этрускам. Вот кто-то считает, что они были знакомы до появления на Апеннинском полуострове, иные же специалисты говорят, что как раз-таки из-за торговых контактов, когда идет очень интенсивный культурный обмен, этруски, знакомясь с соседями, с их произведениями, что-то перенимают и берут собственную традицию. Вот, пожалуйста, гробница Авгуров, и здесь мы с вами можем увидеть в Тимпане верхней части и леопарда, и льва, и тот, и другой хищник. Или есть даже в Тарквениях целая отдельная гробница леопардов, где в нижнем регистре изображены пирующие, эдакие симпосии, как будто бы здесь последние на земле и первые в загробном мире, а в Тимпане опять героидическая композиция, вот такие весело рычащие с высунутыми пунцовыми языками леопарды, протягивающие лапы к некому растительному мотиву. Кстати, этруски будут почитать некоторые растения, чуть позже мы с вами еще про этот факт вспомним. Вообще, этруски и погребения это очень интересный источник и о загробных верованиях, и о быте этого народа, потому что для последующего существования в посмерти этрускам важно было оставить большое количество инвентаря в гробницах. И одной из интереснейших находок была гробница Реголини Галаси, посчастливилась над двум открывателям, чьи фамилии вынесены в названии этой гробницы обрести неразграбленное этрусское погребение, причем довольно древнее, седьмого века. Здесь вы видите круглый в плане тумулус, это одна из разновидностей этрусского погребального сооружения. Внутри гробница, и посмотрите, гробница имеет внутри имитацию двускатной кровли, то есть как будто бы это дом, и действительно это вечный дом. Если мы вернемся с вами гробница леопардах, гробница авгуров, вот тут в кадр попали потолки, тоже хорошо видно, что у них покатая кровля. Здесь еще такая П-образная священная дверь, по сторонам от которой стоят авгуры. В гробнице Реголе-Негаласе были открыты многочисленные щиты из бронзы, бронзовые изделия, курильницы, треножники, но, пожалуй, главное внимание привлекла фигура женщины, ее останки были закрыты золотыми изделиями. В 2012 году был создан такой забавный проект виртуальной дополненной реальности, который предлагал зрителю прогуляться по гробнице Реголе-Негаласе, посмотреть предмет, если вы там наводились на предмет, то вам рассказывалось, что вот это священная курильница с головами фантастических существ. Кстати, это грифоны, и тоже предполагают, что данное произведение могло быть либо сделано под впечатлением от ближневосточных памятников, либо непосредственно имеется ближневосточное происхождение. Вот встречаются и такие высказывания среди исследователей, но, к сожалению, какого-то однозначного подтверждения той или иной гипотезы пока не найдено. На самой даме были такие интересные предметы, по всей видимости, нагрудная пластина, хотя тоже о ее конкретном положении высказываются разные гипотезы, что она могла находить из фронтальной стороны фигуры и закрывать спину, защищая ее сакральными орнаментами. Вообще известно из многолетнего опыта изучений и средиземноморской, и центрально-азиатской культур, что орнамент, он, как правило, располагается на том месте, который надо чем-то защитить. И, например, у многих народов, тут мы чуть-чуть с вами можем отвлечься от Апеннинского полуострова, от русского мира, и привести пример на среднеазиатском материале, например, у туркменов отдельные детали костюма, если не вышитый, подол, воротник, вот они покрыты узорами, а рукава, например, нет. Это что значит? Это значит, что на это место надевается какое-то украшение, которое само по себе орнаментализовано и защищает этот край одежды само собой. Орнамент на предмете располагать не обязательно. Вот орнаментализованная пластина, ни всяких сомнений, содержит охранные сакральные символы. Еще очень интересной является большая фибула в левой части слайда. Здесь тоже изображены кошачьи хечники, крупные львы, причем собранные в верхней части геральдическую композицию, что может говорить в пользу ближневосточных влияний. Эта фибула в более старой литературе трактовалась как поясная, но в гробнице она была найдена на лице усопшей, то есть, по всей видимости, она крепила пелену, в которой было закрыто тело. Также в комплекс находок из золота входили браслеты. Перед вами один из них, весь испещренный орнаментами. Тут изломанные линии, здесь и растительные элементы, и фигуративные, всего много-много. Вообще этрусских некрополей сохранилось предостаточно, часть из них, к сожалению, была разграблена еще в древности. целых погребений не так много дошло до наших дней. Один из счастливых примеров это гробница регалини Галаси, но тем не менее про развитие этрусского погребального культа мы можем сказать, анализируя эту массу самых разных и разнообразных по форме погребальных комплексов и некрополей, что культ был развит. Вот, пожалуйста, что использовали этрусские для того, чтобы соорудить вечные дома для своих покойников. Использовали пещеры природные, часто их расширяли. Один из известных некрополей это Кастельдассо, располагающийся в скальном ущелье. Кстати, как выяснилось, в этом некрополе очень часто собираются итальянские реконструкторы, которые воспроизводят этрусские гадания, разные обряды пытаются реконструировать. И вот, пожалуйста, в фестивале здесь представлен кадр. Одна из этрусских гробниц, как раз в природной пещере, которую еще подтесали дальше, расширили и сделали погребальные ложи. И мы видим, что в разные эпохи существования этрусской цивилизации практиковали то труп осожжения, кремацию, то труп положения. В гробнице Камбана были найдены ложи с костяками усопших. В гробнице Реголине Галаси тоже был костяк усопший. А в многих других гробницах представлены урны, причем довольно-таки в значительном количестве. В одной гробнице семья могла делать погребения на протяжении нескольких десятков, если не сотни лет. есть сооружения такого типа, напоминающие прямоугольные дома. Издалека может показаться, что здесь близ стен древнего этрусского города Орвьету, существующего в статусе города и поныне, что здесь мы видим гаражный кооператив, но нет, на самом деле это этрусский некрополь. Внутри обычно располагалось в камере по сторонам по паре погребальных лож. И, кстати, это тоже возможно развитие влияния еще вилановской культуры на ложе был свой знак, определяющий мужское оно или женское, для какого усопшего или усопшей предназначается. Это маркировалось таким небольшим треугольным как будто бы изголовьем изваянным из того же туфа, из которого выложены стены самого погребения. Одна из, пожалуй, очень зрелищных и примечательных форм этрусской гробницы это тумулус. Тумулус представляет из себя по сути форму курганного погребения. У нас есть каменный цоколь выложенный из камня, затем сооружалась коническая насыпь и внутри под этой насыпью располагалось погребение. Кстати, в некоторых случаях, вот как здесь в некрополе Монтероце тумулусы увы и ахни сохранились, а гробница находится глубоко под землей. Она буквально-таки вырублена в скальном массиве. Еще некрополе Монтероце примечателен тем, что именно отсюда происходят как раз комплексы этрусских росписей. Мы уже некоторые из них с вами видели, например, из гробницы леопардов. В некоторых этрусских гробницах инвентарь, вот этот сопроводительный погребальный контекст был высечен из мягкой каменной породы. Вот как в гробнице рельефов на территории другого некрополя близ древнего города Цере, известного сегодня как Червитери, это некрополь Бандитача. Мы можем спуститься под землю, кстати, увидеть здесь изображение кошачьих хищников и предметов вооружения и посуды, всего-всего здесь приизрядно. И рельефы подсвечены, они раскрашены, что говорит о полихромии в этруской скульптуре и в этруском искусстве. То есть не только росписи могли быть яркими, красочными, но и рельефы тоже, и погребальные ложи по периметру, примерно так, как мы это видели в Кастельдасу. Как выглядит некрополь Бандитача? Это довольно интересная и удивительная сооружение, производящее очень сильное это впечатление. Кстати, когда мы там были на лет назад с коллегами, мне не разделились. Кто-то говорил, как здесь благостно, тихо, замечательно и спокойно, кто-то говорил, как жутко ходить по прорубленным в скалах дорожках между этими огромными тумулусами. Здесь действительно нижняя часть сооружения вырубается прямо из массива скалы. Ну и сверху делается высокая насыпь. Вот мы видим, там зияют уходы, это как раз проход в гробницу. Есть и посмотрите, прямоугольные в плане сооружения, примыкающие друг к другу, стоящие двумя параллельными рядами, наподобие тех, что мы видели под стенами Орвьета. То есть весьма разнообразные формы русских погребений. Вот мы оказались внутри тумулуса, тут, например, три погребальные камеры, там в углу человечек, токстофажная фигура для масштаба, то есть все вполне соразмерно. И как раз внутри, обратите внимание, с правой стороны выглядывает вот такое самое треугольное навершие, которое обозначало для кого, для мужчины или для женщины делается это самое погребение. И вспомните дверь из гробницы обгуров, вот мы здесь видим эту п-образную композицию, которая нас отсылает к образу, двери нарисованы, хорошо проработанные в цвете, тут нет створок, но обрез двери прослеживается. И на скальных гробницах, как, например, в Кастельдассу, мы могли бы с вами видеть на входе некоторые пещерные погребения вот такие выточенные, вырезанные из скального массива порталы. Рисованная дверь, и вот она реальная. как я уже говорила, очень часто урна для праха, саркофаг для останков создают в подражании к существующим человеческим жилищам, к их форме и архитектуре. Вот здесь мы можем видеть каменные урны и саркофаги, которые этруски выполняют в форме своих домов. Вот, например, лево у нас урна в виде дома атриумного типа, популярного типа итальйского жилища, когда в центре располагался двор с разомкнутой кровлей, знаменитые имплюви и комплюви, которые все путают, отверстия в крыше, нужно было для того, чтобы в находящийся под ним водоем попадала вода, она собиралась, ее можно было использовать после дожда для нужд обитателей дома, но впоследствии эта форма в некотором смысле даже сакрализуется и будет воспроизводиться уже в римское время. Благодаря находкам в Помпе, в Геркулануме мы имеем возможность зайти в многие дома атриумного типа. И, кстати, отверстие еще и давало маленькому закрытому дворику и освещению, которое очень эффективно падало сверху и распространялось на ближайшие помещения. Итрусский погребальный культ поспособствовал развитию и вот таких антропоморфных форм для урн. Мы видим с вами, что в нижней части это сосуд, похожий на то, что было еще в Вилановской культуре. А вот верх теперь будут изображать наподобие человека. В некоторых случаях особенно интересная уникальна вот эта урна из Кьюзи, из Кьюзи, у которой к верхней антропоморфной человекообразной голове прикреплена маска из металла, бронзовая. А у урны из коллекции Вилла Джулия, посмотрите, в ушах золотые серьги. И вот эти точечки, отверстия на лице, они свидетельствуют о том, что, вероятно, здесь имело место тоже какое-то крепление и находился элемент. Единственное, не очень понятно, из чего все-таки он был сделан. Можно предположить, что это также было бронзовое какое-то изделие. Еще пример, что это не уникальный артефакт, а скорее распространенное явление. Еще одна урна из Британского музея, и тоже на ее лице видите вот эти следы от крепления какого-то дополнительного элемента. некоторые урны начинают дополнять деталями, скажем, вот такими замечательными ручками, которые изготавливают отдельно и вставляют между ручками самого сосуда. То есть еще больше придают самой урне, вот этому горшочку, сходство с человеком. Вот на предыдущем примере, на урне из Кьюзи, мы видим ручки, которые только издалека окажутся ручками с пальчиками, если мы внимательно на них посмотрим поближе, приглядимся, подойдем, то окажется, что это изображение грифонов, очень близких к иконографии и трактовке тех, что мы, скажем, видели на сосуде из гробницы Реголини Галаси. И еще на многих тоже этрусских сосудах появляются вот такие грифоны. Обычно на грифоны возлагается функция стража-охранителя, так про него рассказывают и в мифах Ближнего Востока, и, кстати, в греческой традиции повествовали о том, что грифоны живут далеко-далеко на Востоке, и там они стерегут золото, на которое на краю света покушаются ужасные одноглазые великаны аримаспы, но грифоны золото расхищать не позволяют. Так что, возможно, грифон фигурирует и в этрусской погребальной пластике, как такой некий дух-охранитель, как божество, чудесное существо с охранными функциями. Этрусские контактируют с греками, греки населяют территорию, получившую название Великая Греция, это юг Апенинского полуострова, это Сицилия, но он вплоть до Компании, территории близ Неаполя, вот у нас живут греки на Апенинском полуострове. И еще один интересный момент, посмотрите, у урны появляется трон, как будто бы это человек, который сидит на троне, причем встречаются в этрусских некрополях разные варианты такого трона для этой конопы, для погребальной урны, сделанные как из керамики, так вот и вырубленные из довольно грубого куска камня, точнее грубого по обработке. Вот еще пример, пожалуйста, каменный трон, каменное кресло, и здесь сидит фигура усопшего. Вообще усопших этруски изображают с течением лет много, часто, это намершие коноп, это статуи, вот подобно тем небольшим керамическим глиняным фигуркам, раскрашенным, которые были открыты в гробнице щитов и кресел, тоже в некрополе Бандитача близ древнего Цере. Довольно много кресел и довольно много таких фигурок. Какие-то из них находятся в итальянских музеях, в Чивите Кастелане, на Виле Джулия в Риме, что-то, скажем, уехало и в британский музей, кстати, еще из итальянских музеев в коллекции капитолийских музеев можно увидеть вот таких персонажей есть мужские, женские, в одеждах, кстати, очень часто эти одежды орнаментированы, это ромбы, клетки, и считается, что в протянутой руке должен был лежать какой-то ватив, то есть какой-то посвятительный предмет, возможно, чаша. Вот эта страсть к изображению усопших, преданию урнам, конопам антропоморфные черты, черт, контакты с греками, впечатления от греческого художественного творчества, по всей видимости, вот эти факторы спровоцируют развитие формы антропоморфного саркофага в этрусском искусстве. И появляются изображения на крышках, вот очень интересная пара саркофагов, оба они тоже происходят из некрополя Бандитача Церы. Один находится на Вилле Джулия в Риме, другой попал в коллекцию Лувра. Кстати, недавно он приезжал в Эрмитаж и демонстрировался на выставке коллекция Кампана. Кстати, на луврском саркофаге раскраска сохранилась чуть лучше, но здесь, к сожалению, на саркофаге из Трусского музея Вилла Джулия раскраска практически не видна, но очень подробно изображен костюм. Эти обращают внимание на то, что глаза, улыбки, рты растянутые в улыбках у четы усопших, удлиненные к углам глазам, это влияние греческой архаики и стиля греческого искусства тех лет. Со временем в греческом искусстве усиливается реалистическое начало, внимание к естественным деталям, и это же самое происходит и в этруском художественном творчестве, и мы можем проследить по саркофагам, как тоже здесь создаются такие очень-очень даже убедительные портреты с индивидуальными чертами, но этруски не были бы этрусками, они не будут создавать полностью уникальное произведение. Посмотрите, крышки саркофагов созданы из двух частей, они оттискиваются по готовой матрице, не будут вышедшие из одной мастерской саркофаги абсолютно одинаковыми, вот группа мужских, вот женских, приходит заказчик, и заказчик покупает саркофаг, приобретает его без головы, посмотрите, и на мужской саркофаг, и на женский, голова изготавливается отдельно, она оттискивается по отдельной матрице, и потом уже вручную этрусский мастер дорабатывает эту голову перед обжигом, пока глина мягкая, для того, чтобы придать сходство с моделью. Ставят эту голову, вот тут прям видно, на нижнем примере, просто воткнул в корпус, замазал, ищили, предел как следует, и отправил в обжиг. Но есть, конечно, такие более проработанные произведения, которые по всей видимости, так как эта работа тонкая, дорогая, тщательная, принадлежали людям состоятельным, тоже с довольно высоким статусом, как саркофаг женщины из семьи Сианти, который экспонируется в британском музее, он еще великолепно сохранил свои родные цвета. Форма саркофагов прижилась у этрусков, и используются в уменьшенном варианте, вот эти самые саркофажные формы, и для урны, в которых размещался прах усопшего. И, как правило, на урне располагали какой бы то ни было мифологический сюжет. Этруски напитаются греческой мифологией, здесь будет очень много сюжетов из греческого мира, вот, например, битва с амазонками, или сюжет, восходящий к фиванскому циклу, здесь сыновья многострадального царя Эдипа убивают друг друга, поединок Полиника и Этиокла, который кончается смертью двух братьев. Почему вдруг такие кровавые сюжеты? Или вот к вопросу о фиванском цикле, этрускому тоже очень нравится, не только когда Полиника и Этиокла решили друг друга, но и история начала этого рода. Кадм, основатель Фив, останавливается на берегу ручья, и тут его спутники начинают куда-то пропадать, тут идет выяснить в чем же дело, сталкивается с огромным змеем или драконом, который посвящен Оресу, убивает его, Кадм еще не знал, что это чудовище принадлежит божеству, и оно сакральное, в общем, он очень горюет, получает проклятие от богов, но тем не менее основывает на этом месте славный город Фивы. Так вот, история гибели спутников Кадма очень нравится этруским мастерам, и они частенько помещают на фронтальную сторону погребальные урны, которая, по сути, воспроизводит нам саркофаг, но уменьшенной реплики. Посмотрите, сверху тоже крышка, на ней тоже возлежат усопшие, которые перуют, как бы последний раз на этом свете, и первый раз на том в руке, они часто держат чашу, или какой бы то ни был другой предмет, внизу разворачиваются кровавые сцены. Откуда такая любовь к этим самым жестоким сюжетам. Долгое время считалось, что гладиаторские игры римляне переняли именно от этрусков. На этрусских похоронах необходимо было суровых богов подземного мира напоить свежей кровью, чтобы они были милостивее, добрее к усопшему. Но сейчас в ряде публикаций встречается мнение, гипотеза о том, что вот эти кровавые игры при Тризне это нечто общеиталийское. Мы подобные сюжеты встречаем и в росписях луканских, наоскосомницких гробниц. Правда, там, конечно, тоже высказывают предположение, что это, может быть, не чисто сомницкое, а пришло от этрусков. Другие же говорят, что всем были не чужды вот такие пышные похороны с кровавыми прощаниями. Так что греческая мифология замечательно, как видите, поставляет соответствующие сюжеты этрускому религиозному миру. Вообще произойдет в какой-то момент взаимопроникновение греческой и этруской традиции, и этруски многое пришедшее из греческого религиозного искусства ассимилируют и примерят на своих богов, в чем мы скоро сможем убедиться. Кстати, перед этрускими гробницами часто ставили статуи охранных существ, это могли быть львы, вот как изображено на гравюре 1840-х годов, которые показывают вход в гробницу Кампана, либо такие замечательные сфинксы, выполненные уже под естественно сильным греческим влиянием, открытые в некрополе Чарветере. Вообще этруски как я уже говорила будут знатными гадателями, их гадательные практики прорицательские унаследуют Рим, что говорили римские авторы про этрусков и их религиозные воззрения. Титливий в своей книге говорит о том, что этруски очень привержены религиозным обрядам и очень ревностно их исполняют. Сенека говорит о том, что этруски скорее воспринимают события происходящие как некое указание на то, что скоро должно произойти. То есть ничего не происходит как будто бы само по себе. Но вот этим собственно этруск от римлянина будет отличаться. То есть этрусское суеверие по своей природе нам хочется сказать Сенека совсем другое, нежели римское. И вот на примере облаков, молнии он рассуждает об этой разнице. С этрускими религиозными практиками есть известная проблема для изучения, потому что очень много нам как раз описано римскими авторами и описывается зачастую уже так, как они это поняли. Многие обряды, многие какие-то сакральные традиции, они очень часто бывали тайнами в древности. Их хранители, обладатели не собирались с кем бы то ни было делиться. А вот римляне, они не зная может быть каких-то тонкостей этрусского религиозного мира и этрусско-религиозной жизни, они наблюдают, трактуют. Потом происходит культурный обмен, что-то входит в практику, что-то видоизменяется. И затем тоже римские авторы пытаются пояснить это по-своему. Зачастую так, как поняли или они сами, или как понимают их современники. И принято считать, что все-таки кое-что, если не много, могло в итоге оказаться искажено. Известно, что у этруссков были ритуальные книги, но они не дошли до наших дней. Считается, что фрагментом этрусской ритуальной книги может быть так называемая Загребская пелена. В этой пелене замечательная история. Волею судеб в Загреб попала мумия. Сначала она попала к частному коллекционеру, потом от его наследников поступила в местный музей. Мумию стали смотреть, исследовать, и оказалось, что мумия завернута в ткань, на которой находятся этрусские символы. Стали смотреть внимательно, пришли к выводу, что здесь написан некий осмысленный текст. Текст, судя по всему, сакрального содержания и проливает свет на этрусские обряды. Однако тоже для разговора о том, что все этрусские книги были такие, что все этрусские обряды были эдакие, к сожалению, этого материала не очень достаточно. Есть еще, кстати, версия о том, что не только этрусские книги писались на ткани, но и, например, книги, которые были у сомнитов, книги со священными текстами, и вот обряд связывания воина клятвой, он происходил буквально. Священный текст был написан на ткани, вот эти ткани символически перевязывали воина, приносившего свою клятву, свою присягу. Еще какие есть этрусские надписи, связанные с миром сакрального, религиозного, с описанием обрядов, с именами богов. Вот такая табличка из Мальяна, где текст написан по спирали, образец этрусской записи, и очень интересная черепица, происходящая из Санта-Мория Капо Веттере, с территории Кампании, и здесь находится этрусский календарь. О этруском календаре нам известно уже кое-что. Например, мы знаем название восьми этрусских месяцев, и знаем, что этрусский месяц привязывали к лунному циклу, и само слово месяц, оно равнозначно слову луна. Неделя у этрусков была долгая, так что, когда мы ругаем нашу семидневную неделю, длинную, излишне, и малое количество выходных, вспомните этрусков, у них восемь рабочих дней, и один выходной, и то в выходной вам надо было славить царя, и возносить ему всяческие благодарности, и оказывать внимание. Значит, данный календарь тоже ценен тем, что здесь упоминаются имена богов. Кстати, как этруски праздновали Новый год? Считается, что Новый год приходился на весенние месяцы, и, например, с вбивания гвоздя в вальсине, в храме богини Норти, которая отвечала за начало года, она также была одним из божеств судьбы, у этрусков просто будет несколько божеств судьбы, вот в храме Норти вбивали в определенное священное место гвоздь, и по этим гвоздям ввели счет лет. Кстати, этруски будут очень-очень суеверны, и их предание гласило, что можно будет вбить лишь определенное число гвоздей, после этого этруски мир закончится. Надо сказать, что этруски этим своим суеверием в какой-то степени даже себя погубили. Когда начнется римская экспансия, когда они будут конфликтовать с римлянами за гегемонию на Апеннинском полуострове, как будто бы уже подойдет вот этот самый исход срока, этруски такие, ну, все время наше кончилось, тут можно, что называется, сложить лапки и не сопротивляться. Хотя будут периоды, вот как, например, во времена войны с и веями, этруски сопротивлялись очень достойно и жестоко. Значит, есть изображение богини Норти или Афропы, что считается несколько эллинизированным именем этого божества с точки зрения одного из исследователей, именно Мюллера. Мы видим на бронзовом зеркале божество с молоточком, с гвоздем, и вот это как раз-таки та самая богиня судьбы, богиня начала года, которая и ознаменовывает приход нового календарного цикла. Вообще, этрусские зеркала это замечательный источник о сведении о иконографии некоторых богов, но тут всегда надо делать поправку и смотреть, когда создано зеркало, возможно, этрусские мастера уже находились в этот момент под довольно сильным греческим влиянием и часть иконографии изображаемых богов, она приходит из греческого мира. И вот очень часто над божествами мы видим есть надпись на этруском языке. Она, кстати, дешифрована достаточно для того, чтобы читать короткие этрусские предложения и разбирать имена богов и усопших, начертанные над входами в их гробницы. Также, кстати, хватило знаний для того, чтобы прочесть этот замечательный артефакт. это так называемая печень из пьяченца. Печень, естественно, нечеловеческая, это овечья печень, и это такая инструкция, учебник, учебное пособие для прибудущих гадальщиков, для этих славных этрусских прорицателей. Значит, печень разграничена на зоны, в этих зонах находятся надписи, это имена богов. Вот если мы с вами посмотрим прорисовку, с тыльной стороны есть разделение, и написано Луна и Солнце, и вот тут начинается великий спор ученых, как эту самую модель печени вообще ориентировать, потому что этрусский мир будет делиться на темных и на светлых богов, и, соответственно, со стороны которых происходит предзнаменование, они будут счастливыми или не очень. Тут важно положение, есть множество серьезных работ, с целым ворохом аргументов с каждой стороны, которые говорят, эту печень надо повернуть вот так, нет, вот так, нет, вот это, она должна смотреть туда-сюда, и, в общем, все это подкрепляется целыми выкладками, ссылками на древних авторов, но древние авторы тут, увы и ах, оказываются далеко не всегда едины в своем мнении. Значит, удалось прочесть имена ряда божеств, например, присутствуют 16 упомянутых, это Тин, верховный бог, бог Нитун, покровитель вод и морей уни, верховная богиня, и майя, которая интерпретируется как богиня весны, цел или теллус, богиня земля, каута, тоже это божество, близкое с функциями к судьбе фортуни, а фуфлус, бог виноградарства, селва, виёвис, туран, лары, в общем, целый набор богов. Сейчас, чуть позже, мы о них конкретнее поговорим. Лары под вопросом, дело в том, что лары это духи предков, считается, что почитание духов рода, лары, появление ящичка с портретами предков в римском доме, ларария, это все имеет отчасти и этрусские корни, ну и, естественно, такие локальные римско-латинские. Что касается аналогичных артефактов, вот вам такая типичная овечья печень из лавки мясника и модели. Очень одна близка к тому, что мы с вами видели, к печени из пьяченцы. Эта модель происходит с Ближнего Востока из Вавилона. И несколько еще таких моделей и печеней, выставляющихся в Лувре, открытых французскими археологами при работе в Месопотамии. И вот, кстати, здесь опять-таки сторонники восточного происхождения этрусков, малазийской гипотезы, потирают руки, говорят, вот, видите, вообще гадания по печени животных, эти учебники, созданные для пребудущих гадальщиков, это вообще реальность, которая была, которую там сложно опровергать благодаря множественным находкам. И реальность эта происходит из Месопотамии, с Востока. Так вот, и у этрусков есть подобная практика, откуда бы она у них завелась. Но вот тут тоже, конечно, однозначно утверждать мы ничего не можем, но выводы какие-то при просмотрении данных параллелей напрашиваются. Значит, гадают по полету птиц, гадают по печени жертвенных животных, вот по овечьей печени, и еще этруски будут гадать по растениям и почитать растениям. При этом, если верить макробию, у нас есть несчастливые растения, они связаны с темными богами. Например, к несчастливым растениям относятся папоротник, темная смоковница, астролиз, лесная груша, терновник и ежевичный куст. Понятно, почему, если вы пойдете в яму с зарослями ежевики, хорошего тут не жди. Да и в терновник тоже попадать не очень хочется. А есть счастливые растения, это ряд разновидностей дуба, бук, орешник, рябина, плодоносящий, сливовое дерево, кизиловое, виноградная лоза и прекрасный лотос. Даже вот сам внешний вид растений, места, где они появляются, они действительно очень такие светлые и настраивающие вас на приятный лоз. Папоротник обычно где растет? В тенистом, мрачном лесу. Кстати, растительный мир присутствует на многих этрусских произведениях. И вот в книге, посвященной этрусской культуре, Немировский, который очень много занимался этрусским вопросом, он рассматривает вот эту вот люстру из картоны как своего рода символ этрусского мироустройства, как такой образец космогонических представлений. И, в частности, свою аргументацию, где какой мир, где какая часть по представлению этрусской религии, где она находится, где располагается на этой люстре, Танемировский подкреплял анализом изображенных здесь растений и существ. Здесь есть и так называемые нимфы наяды, здесь есть и божества, похожие на лесных жителей, на сатиров сельванов, здесь есть дельфины, есть птицы, в общем, такой довольно сложный объект с множеством вариантов трактовки. Он говорит, что мир такой трехчастный, в нем живут видимые и невидимые боги. Раннехристианский апологет Арноби говорит о том, что у этрусков есть вообще такое странное явление, как невидимые боги, неназываемые, сокрытые боги, именно поэтому невидимые, что они тайны. И, кстати, верховный бог Тина или Тин, например, не мог без ведения этих сокрытых богов применять одну из своих молний, самую-самую разрушительную. В этруской мифологии считается одним из верховных божеств, таких очень древних божеств-прародителей, ответственных за течение времени и жизни сатра. Его сравнивают и благодаря сходству имени и тождеству функций с древнегреческим Сатурном. Но сатра все-таки представляется одним из темных богов, он как бы противопоставлен Тину. И изображение его исследователи говорят, что не сохранилось. Можно себе представить, что это что-то страшное, демоническое, наподобие того, что мы можем увидеть в торквениях в гробнице симных демонов. Не сатра, но, тем не менее, жутко страшно, с хлопающими крыльями, неприятной физиономии, с крючковатым носом, красными, горящими глазами. Ужас. Совсем иным будет такой персонаж, как Тин, это бог дня, и, кстати, даже Тин, это день по-этруски. Интересное сравнение проведут Петруски. Они скажут, смотрите-ка, у нас верховный бог, он громовержец, у греков верховный бог тоже громовержец, и начнут изображать Тина со временем в иконографии Зевса, так что в многих еще старых книгах, которые нам рассказывают про русскую культуру, искусство, персонаж, представленный в левой части слайда, он фигурирует как голова Зевса из Сатрикума. Но, скорее всего, современные уже исследователи говорят о том, что здесь речь идет об изображении бога Тина, и даже в витрине Вилла Джулия в Риме там сказано, что это Зевс, в скобочках Юпитер, в скобочках Тин, что это русская работа. Действительно, римский Юпитер будет подозрительно похож и на греческого Зевса, и тоже в силу близости функций и своих божественных возможностей Юпитер и Тин изображаются такими бородатыми, мужами в иконографии Акмы, и у всех трех, и у Зевса греческого, и у римского Юпитера, и у этруского Тина есть молнии. Причем, мы четко знаем, что у Тина их три. Значит, одна молния кидается в предупреждение, другая молния, ее иногда описывают и как наказание, и как знамение, и вторую молнию Тин может применить только после совета с верховными богами. А вот третья молния, она имеет настолько разрушительное, всепоражающее воздействие, что ее Тин может бросить, лишь испросив позволение у тех самых неназываемых, незримых, тайных верховных богов. Вообще, с именами некоторых этрусских богов есть проблема, связанная с тем, что далеко не всегда из-за дефицита текстов и каких-то письменных традиций в этрусском мире мы можем сказать, а вот это новое имя божества или его эпитет. У греческих божеств тоже будет изрядный эпитет. Афину мы знаем и как Палладу, и как Афину Парфина с Афину Деву, и в общем будет в Дельфах Афина Превратница и так далее. Вот что с этрусскими божествами? Они по греческой традиции получают какие-то прозвища, это новый бог, это его эпитет, в общем, как говорится, дело ясное, что иной раз дело бывает темное. Но часть богов хорошо идентифицируются, определяются, и сведения у нас про них есть. Вот, например, такая маленькая фигурка бога Атина, видите, он такой, чуть, как кажется, даже улыбающимся, держащим связку молнии, издалека это может показаться похожим на цветочек или на початок гигантской кукурузы, как любители теории заговоров тут должны печально вздохнуть, потому что нет, это не заокеанский овощ, это всего-навсего те самые три молнии, по которым мы узнаем это божество. Вот, кстати, Тин изображают на монете третьего века, Тин присутствует и в окружении богов на одном из зеркал. Рядом с ним, с верховным Тином, его супруга, Юни или Уни, то есть тут сразу видно сходство с Юноной, это царица богов, еще есть Менрва или Минерва, Туран и Миан. Туран это богиня аналогичная Венере Афродите, про Миан говорят, что она может быть тождественна богиня Ники или Виктория. Кстати, Тину, если верить надписи, посвящена знаменитая Химера из Орец, тоже находящаяся во Флоренции в археологическом музее. Кстати, когда Химеру нашли, раскопали при Ратье траншеи, ее сразу очень высоко оценили, она попала в коллекцию Медичи и считалась таким странным рычащим существом. Не могли сначала точно определить, что это Химера, потому что не нашли хвост. Но потом со временем хвост был найден, вот этот хвост в виде кусачей змеи и возвращен на свое историческое место. Кстати, считается, что храм Юпитера на Капитолии строят этрусские мастера и воплощал он вот такой типичный храм в честь этрусского бога громовержца в честь Тина. Вот, собственно, уже звучал тезис о том, что иконография и Юпитера, и Зевса, и Тина в какой-то момент становятся общей, бородатый, солидный муж, мечущий молнией. И по преданию, именно этрусский мастер выполняет из терракоты скульптуру, которая венчала храм Юпитера в Риме. Это мастер-вулка из Вей. Вот, кстати, посмотрите, вот тут тоже такие символические терракотовые рога по сторонам от колесницы мы видим на этом храме и можем вспомнить аналог из Вилановской культуры, вот ту бронзовую урну, которую мы рассматривали. Одним из божеств спутников Тина является богиня Тессан или Фессан, букву Т и Ф в античной традиции читают то так, то так, и это аналог Авроры, богини Зари в римской традиции, или Эос, розовоперстый богиня Зари, появляющийся каждое утро на небосводе у древних греков. Вот так вот, летящее женское божество выполнено уже, конечно, под влиянием эллинистического и религиозного искусства. На табличке из Мурло представлена единственная богиня, сидящая на троне, и это позволило определить ее именно как царицу богов, как уни. Вот, пожалуйста, она здесь в правой части этого изображения. Остальные, видите, сидят на стульчиках попроще. Вот она троник. Такие троны мы с вами видели в гробницах, и подобные троны были открыты археологами под теми самыми антропоморфными ранними этрускими урнами. Тин, уни и Менерва входят в состав русской триады, трех главных божеств. Потом эта триада будет унаследована римлянами, и главная триада капитолийская Юпитер, Юнона и Минерва. Вот здесь мы с вами видим Менерву, богиню мудрости, богиню, которая ведает справедливой войной, очень похожую на Афину в длинных одеяниях, в руке у нее копье, и держит она еще венок. Вероятно, на этих керамических плакетках, открытых в некрополе Бандитачи, вот все близ того же древнего церя, здесь изображена сцена инвеституры передачи власти. И часть исследователей усматривает сходство с ближневосточными сценами инвеституры, которые хорошо известны по шумеро-акадскому искусству, там тоже жезлы, или копья, там круглые объекты, там такие диски с отверстием в центре кольца, которые божества, боги или богини передают правителям. Такой сюжет есть на стелле Урнаму, на стелле Хамурапи, в росписях дворца Зимри Лима из Мария. И художественная аналогия некоторыми исследователями рассматривается и приводится как сюжеты, которые, может быть, прольют свет и на это изображение с этрускими божествами. Со временем Менрова у этрусков приобретет все больше черт Афины, на зеркале даже показано рождение, как Зевс из головы рождает Афину, так же здесь Тин производит на свет Менрова. А вот, пожалуйста, богиня в малой пластике, сделанной из бронзы, небольшие статуэтки, мы их с вами встретим в многих музеях на территории Италии, посвященных русской археологии. И что примечательно, у богини поднята рука, вероятно, в ней было оружие, возможно, это было именно копье, тоже как один из атрибутов Афины. И известно, что были статуи Афины, замахивающиеся копьем. Что характерно, в греческом мире Афина, она дева, она не подвластна чарам Афродиты и Эрота, она вообще серьезное божество, и не до каких-то любовных похождений и семейных домашних радостей или сцен. А вот у этрусков богиня, отвечающая за мудрость, за военное дело, по всей вероятности была женой героя, вот он здесь изображен, это Херкле, Херкле получит иконографию Геракла, вообще культ Геракла был очень нежно любим всеми италиками, есть изображение Геракла, которые делали омбры, есть изображение Геракла и в оскосомницком искусстве, в общем, Геракл был близок всем, и неудивительно, что он со временем выпадает в русскую традицию, и Херкле, Геракла мы хорошо можем здесь сразу определить и узнать, видите, у него палец символ Геракла и львиная шкура, кстати, здесь у Менервы на руках сидит младенчик, видите, его еще так ласково придерживает Херкле, кто же это, а это бог Марис или Марс, который мог обозначать божество начала года, видите, его достают из амфоры, словно помогая появиться на свет, родиться, и делает это не кто-нибудь, а Менрова, отложившая свое грозное оружие, и шлем, и щит, и помогает выйти на свет младенчику, а младенчик сам вооружен до зубов. В дальнейшем, когда мы будем говорить про Рим и римских богов, сделаем акцент на истории Марса, даже сейчас уже можно сказать, что в отличие от неистового греческого Ореса, на которого эллинская традиция не особо жалует за его странный, порывистый, скверный порой характер, Марса Латине не очень любит, он не такой неистовый бог, он скорее рассудителен в военных делах, и он вселяет храбрость во сердца воинов, как об этом пишет часть авторов, посвятить что-нибудь Марсу, вызвать к Марсу, это дело римлянин любят. Кстати, воинственной была и богиня любви и красоты, эдакий аналог Венеры Афродиты, звали ее Туран, вот, пожалуйста, перед вами изображение Туран, сразу видно, что богиня отвечает за красоту, у нее модная обувь, остроносые ботиночки, похожие на женскую обувь с саркофагой с черветери, но еще и с крылышками, да и сама богиня крылата. Священными животными Туран были водоплавающие птицы, лебеди, уточки, она часто изображается с ними, или с такими роскошными лебедиными крыльями, и предполагается, видите, тут в руке богини, вправой, чего-то не хватает, у Туран могло быть копье. И известны ее изображения, когда красавица предстает тоже в боевом облачении, у нее есть и копье, и шлем. При этом также встречаются частенько и фигурки богини разной степени обнаженности, с открытой грудью, например. Вот, пожалуйста, светильник из амстердамской коллекции музея Аландо-Пирса, где мы видим с вами Туран, и вокруг нее летают как будто бы священные вот эти самые уточки замечательные, являющиеся ее силой. Богиня тоже обнажена и в верхней части корпуса нижняя задрапирована по аналогии с греческими изображениями. Также богом войны это почитался Лоран. Вот мы видим его изображение в малой пласте, и обычно он в таком коротком доспехе, открывающем нижнюю часть корпуса с щитом, тут уже с рукой, которая была занесена с оружием, и довольно известная фигура, причем крупная, размерная человеку, из коллекции ватиканских музеев, из музея Григориана, это так называемый Марс Истодий. Есть разные версии его происхождения, кто-то предполагает, что это мог быть заказ для этрусских мастеров от кого-то из соседей, например, сомнитов. Обычно эту скульптуру рассматривают, когда говорят об этрусском военном костюме, потому что данный персонаж изображен в довольно верной, точно переданных этрусских доспехах, ну, либо связывают эту фигуру с вативом, то есть с посвящением, подношением богу Марсу. В веях было святилище в честь богини Цереры, в честь богини урожая, которая также была и божеством судьбы. Согласитесь, если у вас урожай удался, то судьба ваша счастлива. И вообще довольно не всегда очевидно, погода будет хорошая, достаточно для того, чтобы взошел хотя бы годный урожай, или все будет плохо. Поэтому мы здесь видим, что божество урожая связано и с судьбоносными моментами. Вот реконструкция главного храма города Вии. Он еще интересен нам тем, что сохранился, дошел до наших дней декор. Этруски украшают не только фронтоны, подобно грекам, но и работая в технике скульптуры из терракот и полой внутри легкой, они ставили изображения богов и героев на конек. Вот, например, здесь разыгрывается драматичная сцена очередного противостояния Геракла и Аполлона. В Виях вообще были очень крупные скульптурные мастерские, там работали мастера с каропластикой, с вот этими самыми скульптурами, самыми разными, большими и маленькими, сделанными из терракот, их еще ярко раскрашивали. И, например, при многих храмах, и вот в Вей были не исключением, существовали мастерские, в которых изготавливали, обычно их тоже делали по стоявшимся формам, терракотовые вативы разных частей тела, которые подносили в храм. Ну, зачем это делали? Например, ухо, там, ручку, пальчик, ножку, еще что-нибудь, вот, что было исцелено, потому что при храме могли находиться врачеватели, занимавшиеся во славу богов медициной, которые оказали помощь обратившемуся, и вот эта исцеленная часть должна была быть передана в храм. Ну, палец-то вам и самому, или ухо нужно, поэтому необходимо изготовить его копию. Кстати, даже попадались и головы, и тут, как и в истории с саркофагами, очень часто этрусский мастер будет делать оттиск по уже имеющейся у него форме, универсальной, а затем дорабатывать, пытаясь добавить хотя бы какую-то каплю портретных черт заказчика, чтобы было ясно богам, от кого это. Ну, врачевателей при храме могло не быть, просто божеству возносились молитвы, счастливое исцеление, излечение происходило, и тоже божеству необходимо было отблагодарить в многих музеях, которые имеют часть экспозиции, посвященной этрускам, можно встретить вот целые россыпи самых разнообразных частей тела. данная традиция затем с вативами отчасти сохранилась и в Риме, и более того, она есть и в современном мире. В Сирии есть христианский город Малиуля, где до сих пор говорят на арамейском, это языки, которые использовали Христос и апостолы, и в монастырях Малиули можно встретить множество обрядов, уходящих корнями и в раннюю христианскую эпоху, а некоторые из этих обрядов были позаимствованы ранним христианством из языческого времени. Так вот, в Малиули можно встретить такие свернутые, наверное, это близко к технике фольговых фигурок, вот эти самые вативы исцеленных частей тела, врачевании которых в выздоровлении верующие возносили молитвы. То есть, вот сколько лет прошло от русской практики, а следы ее сохраняются. Еще близ Вей находилась священная роща богини, которая даже попала на очень знаковую римскую монету времен императора Августа. Монета была выпущена в честь возвращения путем дипломатических переговоров невероятно важных для Рима знаков легиона, которые были утрачены сначала Красом при неудачной парфянской кампании, а затем Антонием. В честь этого события была и возведена триумфальная арка. Сюжет попал на панцирь Августа Прима Порта, статуя, которая находится в Ватикане. Он был отчеканен на несколько монет и с аркой, и с этой русской богиней Ферронии. У Ферронии довольно сложный функционал. Она божество и весеннее, и осеннее. Феррония отвечает за то, что в горах появлялись цветочки, возвращалась жизнь. А потом Феррония следит за тем, чтобы урожай был собран хорошо и качественно. Еще Феррония покровительствовала рабам, потерявшим свободу, и тем, кто мечтал ее обрести. Феррония могла эту самую свободу вернуть. Богиня возвращающая утраченная. Именно поэтому Феррония и оказывается на римской монете. Это русское божество, отчеканенное на деньгах, имевших довольно широкое хождение. Очень важно было для императора Августа рассказать про это событие, про возвращение знаков легионов и объяснить это всем слоям населения. Этот старый итальйский и итрусский образ божества подходил среди прочих возможных сюжетов как нельзя кстати. Еще одной богини была своя роща. Это аналог Артемиды Аритимили Артюми. Ее имя очень близко к греческому имени Артемиды часть римских авторов упоминала, что она была похожа на изображение Артемида Эфеска в таком символическом многогрудном костюме и в окружении собак. Существовала легенда и ее приводят некоторые авторы о том, что этой золотой ветвью можно было воспользоваться для того, чтобы спуститься в подземный мир и потом благостно вернуться. Собственно, золотая ветвь из Иноида. Золотая ветвь росла в священные рощи Дианы или самой этрусской богине аналогичной Артемиды. И про далекие этрусские времена сохранилась легенда о кровавом обряде. Так кстати, он прослеживается и в итальянских сказках. Так говорилось, что есть некая роща, где растет дерево с золотой ветвью. Ветвь хранит жрец. Хранит он ее, принеся клятву до смерти защищать этот дивный артефакт. Можно прийти и сразиться с жрецом, но если вы убиваете жреца, вы занимаете его место и ждете нового несчастного или нового счастливца, кто придет убивать вас, занявшего место жреца, чтобы самому впоследствии после победы стать сторожем этой золотой ветви богини. У Артемис есть божественный брат, это Аплу, аналог Аполлона. Тоже ведутся разговоры иногда очень спекулятивные о том, вообще каково происхождение Аполлона, не был ли он хетским божеством, не был ли он божеством бавилонским, которое потом приходит в греческий мир, то есть нет ли у него таких прямых восточных корней, но часть исследователей этой гипотезы не склонны рассматривать, как серьезные принимать на веру. Считается, что Аплот уже почитался в этруском мире, и с течением времени он сольется с заимствованным у греков Аполлоном. В кумах были святилища, посвященные и Аполлону, и пещера Севиллы, пророчицы. Известно, что Аполлон у нас покровительствовал прорицателям. И довольно интересное божество, которое было у этрусков четырехликим. Звали его Ани или Кулсанс. Это был четырехликий бог, который смотрел во все стороны света. У римлян будет знаменитый двуликий Янус, божество, связанное с дверями, с проходами, и Янус был эдаким хранителем этих самых дверей, проходов. Тоже в следующий раз об этом обязательно поговорим. В Риме храм Януса в дни, когда Рим вел войны, обязательно стоял с открытыми дверями, символизируя военные римские Все довольно очевидно, просто и понятно с Нефунсом Нитунсом, который аналог Нептуна, аналог Посейдона. Изображался как с рыбьим хвостом, так и с трезубцем. Точно так же, как Посейдон в греческой иконографии. Он солидный бородатый джентльмен, сидит на троне и держит трезубец. Италийским божеством являлся Вертун. Его почитали в Вальсиниях, и мы знаем из текстов античных авторов, что статуя бога-покровителя урожая и смены времен года была после успешной военной кампании римлянами из Вальсинии, забрана в качестве трофеев и привезена в Рим. Ну и затем считается, что Вертун мог обрести свой римский облик и римское значение. Тоже к образу Вертун мы более подробно вернемся в разговоре непосредственно про римских богов. Фуфлунс бог вина, аналог Бахуса, Диониса. В более древние времена он изображался таким солидным бородатым великовозрастным персонажем. Кстати, Фуфлунс еще и бог музицирующий, он играл на кефаре, на струнном инструменте. В более поздние периоды считается, что на цисте, на таком металлическом ящике, на его крышке из коллекции Виллы Джулия изображен Фуфлунс уже иконографии у юноши, как Дионис в компании двух бражничающих сатиров. У них ушки, такие грубые черты лица, они держат сосуд в руке, и в общем это такая веселая вакхическая сценка. Селва, аналог римского Сильвана, и возможно имевший как раз таки изначально этрусское происхождение бог, затем достанется римлянам. Ученые рассуждают об особенностях культа Селва, например, известно, что Сильвану в римской традиции не приносили жертвы женщин, точнее, они не участвовали в церемониях, посвященных лесному божеству Сильвану. И одни говорят, что, видимо, в этрусском мире было так же, другие с ними склонны не соглашаться, аргументируя это тем, что, смотрите, положение женщины в этрусской культуре было совсем-совсем иным, не таким уж тем более, как у греков, и тоже значительно отличалось положение от того, что было в римском мире, поэтому вдруг участвовали. Еще один персонаж, Сифлунс, его часто интерпретируют как бога-покровителя ремесел и в каком-то смысле аналог вулкана и Гефеста. И вы видите на монете с одной стороны на аверсе изображен Сифлунс, мы его всегда узнаем по веночку, вот смотрите, тут персонаж в веночке и на зеркале сидит Сифлунс, у него тоже есть веночек, и с другой стороны инструменты кузнеца, вот собственно откуда аналога с вулканом и с Гефестом. А вот тут рядом, точнее в центре, в композиции, на зеркале, рядом с Сифлунсом стоит Вилхан, и вот о Вилхане вообще спорят, кто он такой. Один из его символов и атрибутов это растение в руке или ветвь, и кто он, покровитель стихий, как будто божество, схожее с некоторыми функциями греческого Зевса и Тина, либо он покровитель животных и растений, в общем, тут, к сожалению, есть сложности, и их не до конца мы можем разъяснить и пояснить. Ну, а дальше, видите, третий здесь во шлеме Петасе, с крылышками, аналог Гермеса Меркурия. Вот он, Турмс, посланник богов. Вот со временем к Турмсу тоже приходят иконографии греческого Гермеса, вестника богов. К тому же, как и Гермес, Турмс обладает функциями психопомпа, проводника душ. Вот, посмотрите, на саркофаге Лариса Пуллиэна присутствует, вот он отмечен, в правой части, рядом с крылатым духом, стоит Турмс, мы его хорошо видим и узнаем, а вот что это за персонажи с молоточками, которые явно замахиваются и собираются колотить центральную фигурку. А это Харун или Хару, один из демонов подземного мира, который вид имеет отвратительный, он такой вот мертвецкий, нечеловеческий, синий, цвет подчеркивает демоническую сущность, у него большой крючковатый нос и молоток. Зачем ему молоток? Выбивать душу. Видите, тут происходит у нас сцена гибели героя, и уже рядом с героем, погибающим вовсю, тут как тут, находится Хару, ну вот и здесь, по центру с усопшим, явно готовится его отправлять в подземное царство, в мир иной. Кто еще ждет на том свете усопшим? Вот вместе с Хару может появиться Ван, богиня. Обычно она представляется в коротких развивающихся одеждах, открывающих грудь, на груди у нее скрещены два ремня, богиня крылата, держит в руках факел, и ее интерпретируют тоже как психопомпа, как проводника душ, причем такого цепкого, когтистого, от которого не вырваться. И есть ужасное существо, его именуют демоном, да, это дух подземного мира, дух преисподний крылатый тухулка. Он змееволосый, у него змеи растут как дополнительный комплект конечностей из-за спины, он крылат, у него птичья морда, причем она, посмотрите, тоже такого землистого или синего цвета, и открытые участки тела, вот на росписи показывают, что он также очень демоничен, как Харун. И считается, что тухулка это, возможно, один из стражей подземного мира, который следит за усопшими и глядит, чтобы они не разбежались из царства Айты. Ну, а Айта и Ферсепнея это абсолютная калька с Аида и Персифон, и как узнать, что перед вами Айта? Он обычно изображается пирующим вместе со своей супругой, на том самом потустороннем пире, и у Айты, посмотрите-ка, волчья шкура наброшена на голову, так как Геракл в греческой иконографии носит шкуру льва немейского, надев ее подобно плащу с капюшоном, также Айта драпируется в волчью шкуру. Ну, и, собственно, теперь к другим народам Апенинского полуострова и их верования тут мы будем совсем-совсем кратки. Например, этруски соседствуют на северо-востоке нынешней Италии с северными Сабинами с пиценами. Пицены еще находятся в контакте, кроме этрусков, с одним из кельтских народов, который является их северным соседом, и поэтому в памятниках пиценов видится много заимствований из этруского мира, греческого влияния и кельт. Вот, например, специалисты из музея Пигорини, где находится эта стелла из Навилары, музей Пигорини, музей Время, где находятся памятники доисторического Апенинского полуострова. Они говорят о том, что вот эти плетенки, колесо, это кельтские символы, которые приходят, вероятно, с верованиями в пиценскую культуру. Вот тут запись, кстати, увы, ах, не дешифрованная. На оборотной стороне стеллы и охотничьи сценки, и военные. Тоже всегда можно сказать, что вот эти изображения имеют сакральный характер, потому что не очень понятно, что здесь происходит, эти всадники, почему они стоят друг напротив друга, и что здесь написано. Пиценских стелл очень много, они все ожидают своих исследователей в коллекции археологического музея Ванконы, музей провинции Марки, и там же, например, такая замечательная голова воина из Нуманы. Тут исследователи единодушны, они говорят, что пиценские некрополи, они развиваются и под влиянием культуры полей погребальных урн, и можно увидеть влияние вилановской культуры, значит, как правило, это погребение праха в урнах, либо это несколько необычные по своему положению костяки, лежащие в глубоких могилах, перекрытых камнями сверху над ними насыпался холм, и в центр холма ставилась стела, вот с таким, например, изображением воина, довольно грубо и примитивно выполнен, мы видим уже средиземноморский орнамент меандра, здесь когда-то воина был высокий гребень, но мягкий камень с течением лет разрушился. к пицинскому наследию относят вот эту очень интересную статую, датированную VI веком, и считается, что это изображение правителя, причем по всей видимости правителя уже усопшего, вот сторонники этой гипотезы обращают внимание на подставочки по сторонам от фигуры, что воин мертвый, сам стоять он не может, вот это подперли во время торжественного прощания. Скульптура, что интересно, сохранила следы раскраски, впоследствии рядом с хорошо сохранившейся мужской статуей, она была разбита, но кусочков хватило, чтобы собрать ее целиком, был найден фрагмент и женского изображения. Вот он поближе, наш герой, вот есть надпись, ее смогли, ну, попытались дешифровать, и предполагается, что договорится о том, что это изображение сделанное для усопшего правителя. и даже называется его имя, Невион Пампулидион. Значит, на лице нашего персонажа маска, ее можно интерпретировать и как маску воина, защищавшую лицо в бою, и как посмертную маску, которая закрывает лицо покойника. Такой необычный головной убор. Часть исследователей говорит, что, вероятно, как раз-таки имевшие место у пиценов элемент военного костюма, и сверху еще там отмечают изображенные перья и пышный плюмаж. Кстати, эти статуи можно сравнить с антропоморфными, аналогичными стеллами из некрополя Казаночера, которые выставлены во Флоренце в археологическом музее, и, скажем, с интересным аналогом, который происходит из немецких уже земель. И вот такой воин, видите, очень близкий по положению рук, по каким-то элементам для трактовки вооружения и одеяний, сейчас выставлен в музее Бюртенберга в Штутгарте. Пиценскими в основном артефактами, с пиценскими артефактами мы познакомились благодаря исследованию некрополей, археологические музеи в Анконе великолепно знакомят с этим материалом и среди находок предметы вооружения, части доспехов и вот на что стоит обратить внимание, такая необычная заколка фибула. Считается, что она могла быть одновременно и амулетом, и талисманом, и еще и своего рода таким фамильным знаком, изображающим здесь это символически всех членов рода и охранные символы, такие ручки. Что примечательно, среди археологических находок уже римского времени, широко известны руки, которые несут изображение богов и которые являлись охранными амулетами атрибутами. В следующий раз на них обязательно посмотрим. В Пиццентских некрополях найдено изрядное число египетских артефактов. Мы можем видеть и скоробеев, сделанных из египетского фаянса, изделий из слоновой кости, и вот такое резное страусиное яйцо, которое определяют не очень однозначно. Оно могло появиться как в Египте, так и в финикийских землях, а могло быть сделано и русскими мастерами. Дело в том, что тут видятся следы эдакого интернационального художественного влияния, которое было очень распространено в VII веке до Новой Эры. Вот, пожалуйста, из того же музея провинции Марки, такой маленький, брийский, очень грубо сработанный, явно сделанный с любовью, Геракл с палецы и в шкуре немейского льва. И еще замечательные памятники оставили после себя сомниты, которые у нас живут в центральной части, Апеннинского полуострова. Сомнитов мы знаем благодаря великолепным расписанным гробницам, но, по всей видимости, эти росписи тоже несут на себе изрядную долю греческого влияния. При всем при этом данные произведения могут нам очень красноречиво рассказать и хорошо показать сомнитский костюм и вот, в частности, военное облачение. Посмотрите, какие-то необычные шлемы с высокими плюмажами, с такими декоративными элементами, напоминающими рога. Сомнитские гробницы сохранились в капы близ химского амфитеатра. Амфитеатр появляется сильно позже, чем эти гробницы, и они тоже имитируют дома под двускатной кровлей. Кстати, одно из сомнитских племен греки называют луканы. Часто встречаются, к сожалению, не нашла ссылки на источник, но встречаются упоминания о том, что тотемным животным сомниты считали волка, и вот как раз название луканы связано с этим знаком. Так лукан окрестили греки. И хорошо известны комплексы осков-сомнитских или луканских гробниц расписных. Внутри мы видим действительно все имитирует дом, такой вечный дом для усомшего. И какие здесь сцены. Крылатые божества, правящие конями впряженными в колесницы. И сцены прощания. Например, если это погребение принадлежало женщине, то можно увидеть Матрону в пышных одеяниях, которые подходят как будто бы члены ее семьи и вручают ей дары. И они с ней прощаются. Здесь мы видим прощание с воином, который сидит на коне. И таких сюжетов будет очень много. В сомнитских гробницах, просписи из которых демонстрируются в археологическом музее Пестума, мы можем увидеть и обряд прощания. Кстати, очень часто оскосомнитский ритуал по усомшему сопровождался песнями, музицированиями и танцами. То есть был такой экспрессивный и очень динамичный. Ну, почти там хранили сомнит, а порвали четыре кефара. И тоже к вопросу о кровавых играх на тризне по усопшему, мы видим подобное изображение и в сомнитской традиции. С одной стороны, можно говорить об общей распространенности этого явления среди всех италиков, либо о появлении его благодаря контактам и влиянию итрусков. Ну, и, конечно, греки. Пожалуй, самым ярким культом и святилищем, известным на территории Апеннинского полуострова и Кампании, связанным с греческим миром, среди прочих, можно назвать святилище Аполлона в Кумах. Здесь же, неподалеку, и Авернское озеро. Кто был на прошлом курсе, помнит, что мы его вспоминали, как чудесное место, вход в преисподнюю, куда еще античные герои отправлялись, чтобы попасть на тот свет, и, возможно, даже там Дантовский путь на тот свет лежал именно через это место, и неподалеку в Кумах пещера, где находилась Севилла, и вид этой пещеры, еще оформленный впоследствии уже человеком, вид этой пещеры приведен как раз к форме той самой Луканской гробницы, как будто бы такой бесконечный проход в мистический потусторонний мир. В общем, большое спасибо всем, кто сегодня был с нами и в онлайне, и присутствует в зале. На этом мы сегодняшнюю встречу заканчиваем. Какие у вас будут вопросы? Как идентифицировали те изображения, фрески, урны и так далее? На каком основании считают этруски? Смотрите, у нас есть известные территории, где жили этруски. Мы знаем время, когда они там жили. Мы знаем часть, мы прочли часть надписей, известны имена этрусских богов, известны этруские имена, и поэтому хотя бы перечисленный комплекс знаний и материалов позволяет определить, что вот, пожалуйста, этруская надпись, вот, например, там гробница Велха, вот она, вот Велха изображен в так называемой гробнице щитов, еще персонажи подписаны. То есть, в принципе, есть часть текстов, которые можно прочесть. Есть, например, билинговые пластинки из спирги, есть еще, в общем, некоторый корпус текстов, но, к сожалению, он довольно, как говорят этрускологи, мал и недостаточен. Но еще у нас есть общность тех же самых погребальных комплексов, открытых археологами, есть там проанализированные изображения, и мы можем говорить именно о целостности этруской цивилизации, этрусского и вообще культурного явления. О том, что этруски жили на севере Италии, не только рядом с Римом, об этом твердых текстах что-то написано? А смотря, что мы считаем сильно на север? Два региона, да, вот один как раз рядом с Римом, основное расположение этруских народов, но потом же обнаружили это археологические находки, которые нам показывают культурную тождественность, плюс этруски обладали довольно интересным государственным устройством, это союз 12 городов, было крупных 12 городов, которые имели общий совет, и каждому из 12 еще подчинялся какой-то набор городов поменьше, то есть этруский мир он был довольно для Апеннинского полуострова большим и широким. Даже там этруски в какой-то момент поссорятся с сомнитыми или сомниты с этрусками вот как раз на территории компании и будут там воевать за отдельные земли. А вот о том, что количество гвоздей убитых по нему не определяли свою хронолюбию, это предположение обшивок или нет? Нет, это есть в источнике, это надо посмотреть сейчас вот на вскидку, что у меня вылетело из головы, кто из античных авторов об этом пишет, вот, и утверждает, что, соответственно, да, этруски вот вбивали гвоздь и так ввели летоисчисление, то есть начало нового года. Но тоже есть опровержение, потому что все-таки археологически ничего подобного не найдено, пока, по крайней мере. И ученые спорят, то есть это просто был ритуал или имело место там обязательное пересчитывание гвоздей. Вы сказали, что они перестали сопротивляться, перешли сопротивляться ремлянам на основании того, что там 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 целый-целый набор, например, это тоже естественно, да? Да, тоже это фигурирует у ряда античных авторов, которые обращают внимание на этрусское суеверие и говорят, что вот и тут бы им-то еще бы себя проявить, но почему-то этруски этого не делают в силу того, что были им явлены приметы. Приметы увидели жрецы, гадатели и посчитали, что там боги им говорят, надо делать так-то и эдак-то. Потому что скажем, был эпизод, в Риме ставят на форуме памятник послам для того, чтобы, как отмечалось в римских источниках, незавидную долю посла сделают привлекательной для граждан. Почему доля посла незавидна? Во время войн с Веями римляне отправляют посольство и этруски послов убивают. Судя по тому, что они посмотрели на знаки, например, нам ничего не будет в этот раз, все будет очень здорово. Римляне горюют о своих послах и говорят, что как-то нехорошо с ними получилось в этот раз. Ставят им памятники. То есть вот известен такой эпизод. Давайте к следующему разу посмотрю. Но это в целом мне попадалось в англоязычной книге «Этрусская цивилизация», и там автор приводит свидетельства нескольких античных источников, которые говорят про это излишнее суеверие, про увлеченность гаданиями и приводят в пример как раз-таки итог противостояния с Римом. На самом деле же этруски ассимилируются потом с римлянами, растворяются в римской культуре. Так что все очень горюют по книге императора Клавдия, который написал по сути первую большую монографию про этрусков, но, как водится, она не сохранилась. Тот же меценат, чье имя стало нарицательным, он происходил из этрусков. И вообще этрускские традиции, они многие довольно прочно и надежно вошли в римский мир. В следующий раз поговорим о традициях основания города. То есть их там связывают еще с древнейшими этрускими заветами. В частности, в своей книге про этрусков со ссылками на все источники подробно разбирал Немировский. Какие-то похожи, как, например, Менрова и Минерва, как Уни или Юни и Юнона. Но были это божества у римлян и собственные. При этом тут еще тоже происходит взаимопроникновение культур, и все смотрят, что вот у нас бог громовержец, у них бог громовержец. Давайте его, если так это грубо пересказывать и кратко, давайте его изображать как это ихнего, так же, как нашего. И здесь очень ладненько подходит иконография многих греческих богов для римской традиции. При этом мы знаем, что часть сюжетов она решается совершенно иначе. Например, у Менровы предполагают, что даже был муж. У Афины, которая имеет похожие статуи, понятное дело, что никакого супруга в греческой традиции быть не могло. Историю любви той же Венеры и Марса римляне расскажут по-своему. Там вообще все кончится хорошо и счастливо, а не так, как у греков, когда там Марса прикуют в пещере и, значит, будет он страдать и мучиться за свои любовные похождения. То есть, не то, что надо закуплять. Да, то есть, какие-то мифы, да, они со временем войдут в римскую традицию, какие-то все-таки будут оставаться в прежнем ключе. А вот немцев что их подвигло думать, что русские немцы тут совершенно понятно самое вручение? Ну, настоящие арийцы, древние арийцы, которые не весть, откуда взялись. Вот, если честно, мне это попался один очень-очень хороший сайт, но с очень чудовищными, дико-чудовищными текстами и великолепными картинками. Там вот сам автор, он очень много чего отсканировал, достал, значит, выложил, но то, как он подписал все это и проинтерпретировал, даже вспоминать не хочется, и вот тут целое общество. Ну, смотрите, у нас во всем мире есть те, кто не прочь как-то с собой, со своими соотечественниками, со своей нацией связать этрусков. Они вообще в силу не очень понятных истоков их цивилизации, их культуры за могучие уши могут быть притянуты любой безумной гипотезой. Проводилось и тут тоже появилось два спорящих ученых лагеря. Одни обращают внимание на анализ костяков этрусков, другие говорят, вот посмотрите кости сельскохозяйственных животных, вот, значит, есть там у одних малоазийский след, а у других его нету. То есть, если честно, тут все-таки в вопросах генетических исследований я далеко не специалист, но попадались мне и там радостные сообщения мы проанализировали, мы подтвердили, все-таки там малазийские корни есть. Другие говорили, а мы посмотрели, подтвердили, вот еще и нету. Они, возможно, вот эти все козы и овцы, появившиеся здесь, они более поздние, это просто порода, которую взяли, прикупили и привезли. То есть, аргументация неокончательная. Множество культурных пересечений есть, но при желании, если мы посмотрим греческую архаику, в частности, греческой вазопись, вот этот так называемый ориентализующий, на восточный стиль, восточные влияния, то мы там тоже найдем грифонов и персонажей с люлимным телом, крыльями, человеческими лицами, и очевидно, что греки в этот момент, они восхищены всем ближневосточным, и что-то потом возьмут в свою культуру, что-то отринут, значения чего-то поменяются, но он как сфинксы. В Египте это милейшие, добрейшие, счастливые духи покровителей, добрые существа, а в Греции это будут плотоядные чудовища. Субтитры создавал DimaTorzok